Музыка Сейчас еще один небольшой сюжет Я не мог прийти мимо Последних фруктов мы с вами вроде бы набрали Вы сейчас ходите по венгерке Ну про венгерку минутку Значит смотрите Вот это сидит во мне 25 лет назад меня обвинили в том Что я покупаю фрукты на рынке До сих пор обида сидит Мои то лучше Крупнее, слаще И главное что у них нет таких Абрикосов огромных Я сколько хожу на рынок Абрикосы не на рынке А в магазинах Их фруктовый рай Сейчас там на каждом углу Они у них заврядные 20-30 грамм Где их огромные абрикосы Я не знаю Где у них апорты Я не знаю Вы знаете что 500 семечек Поедет в этот В Казахстан В Усть-Каменогорск Человек все обыскался А после того призыва Был момент Сейчас я сниму Вот А вон возьмите Вот оттуда апортик один Из этого ядра А это не апорт А он там Пониже Дело в том Что люди не могут Все фильмы смотреть Правильно? Это тоже не он Тема очень Злободневная Знаете почему? Вот-вот апорт Так вот этот Как его Назарбаев Президент На тот момент страны Призвал найти И вернуть Апорт в Казахстан Уже и в Казахстане Апорта не стало Ну если президент Это сказал Значит все Приехали Они когда Русские оттуда бежали И евреи Бежали Украинцы бежали Вы знаете Здесь дома скупали Там говорят По тысяче долларов Дом продавали Дома Добротные Потому что Невозможно было жить Я говорю Как есть Это же правда Зачем я скрывать Что делали казахи Якобы Может казахи скажут Да нет Это все сказки Вот Мы гордимся Нашими портами Они якобы Вырубили сады Русские Типа То есть Купив дом У русского У еврея У украинца Они вырубили сады Это когда-то войдет Или как легенда Как Это Фальшивка Но Кто виноват в том Как в это не поверить Когда Назарбаев Попросил вернуть А у нас Чернобаев Оттуда приехал Так А я добыл У меня своя линия Апортов Я добыл У этой У Байковой А эти апорты Прошли через научные сады То есть Ужинские ГСУ Я там добыл Чернобаевский оказался Полтора раза Крупнее Интересно, да? Вот А он сам оттуда В фильме я про него снимал Я вас с ним познакомлю Сейчас такие люди Это как штучные изделия Редкость Вот И вот что получается Давайте Триханем немножко Чтобы доказать Что все-таки Эти огромные яблоки Это все-таки наши Сейчас получите Вот они Так вот Самое крупное Уже позади Вот почему Вот это яблоко В сторонке лежало Вот они Ну Это уже середнячки Самое крупное Упали Знаете почему? Видите ветка Сломана Отломилась Отломилась Не выдержала Ну все Давайте Чтобы этот сюжет был полноценный Оказывается Вот Мы шли сюда Увидели яблоко валяется Совсем в стороне От яблони Почему-то Мы подошли Увидели Сливу Венгерку Пробуйте Я еще Надеюсь Вас Не всем удивил Мне надо Посмотреть На ваше Красивое Лицо Как оно Сейчас Изменится В какую сторону Вот Давайте Пробуйте Перезрелое Конечно Кстати Вот дерево Маточное Вот оно Вкуснейшее Правда? Сладкое Попробуйте Ну это меня Я их уже видеть Не могу Наелся Вот Она уже не хрустит Правильно? Мягкая А я им Когда хрустит Она перезрела Она тут долго лежала Незамеченная Зато дождалась Да Зато дождалась Вон видите Раздавленная Значит Ходили по ним Так Ну ладно В общем Раз уж мы сюда Итак Это Ябло Это Венгерка Имеет Официальное название Богатырская Привез я Из Херсонской области Она замерзла А меня Беда Заставил еще раз Ездить Вот Я снова Я снова поехал В Херсонскую область И Привез Снова привез И теперь После двух сорок градусов Зим Я увидел Что Пару сухих веток А дерево Жило И оба года Давало плоды Я не скажу Просто много Тут было Где-то пол ведра Всего на нем Но косточки Все собраны В Херсонской области Это прекрасно Конечно Что она здесь две Зимы пережила Если уж мы с вами Мечурик Называем Провинцией Если бы не научили Наших Сайногорских Садоводов Тысячи Тысячи Убивать деревья Собственными руками Что бы сейчас Тут было Ведь Я же Половину Моего Коллекции Здесь добыта Вот Прямо тут У Бородича Покойного У Чижика Покойного У Боднера Слава Богу Живого Вот Так Ну что Друзья Еще сюжет Пойдемте Еще я Ознакомлю С самой Моростойкой Грушей В нашем регионе